Фэншуй Фэншуй – это древняя китайская практика, основанная на принципах гармонии и баланса. Она рассматривает взаимодействие человека с окружающей средой, и как это взаимодействие может влиять на наше благополучие. В мире, где деньги часто становятся мерилом успеха, использование принципов фэншуй для привлечения финансов может стать полезным инструментом. И сегодня разберем, как создать пространство, способствующее материальному благополучию. Приветствую всех на канале, с вами Елена Макальника. Фэншуй – важным понятием является энергия ЦИ. Это жизненная сила, которая пронизывает все вокруг нас. Вероятно, вы замечали, как обстановка в комнате может влиять на ваше настроение и продуктивность. Когда ЦИ свободно циркулирует, мы чувствуем себя более энергичными и счастливыми. Проблемы с финансами часто возникают, когда эта энергия заблокирована. Поэтому, чтобы привлечь деньги, нужно создать пространство, где ЦИ может свободно двигаться. Первый шаг в привлечении денег с помощью фэншуй – это очистка вашего пространства. Удалите все лишние вещи, которые занимают место и создают беспорядок. Порядок в доме способствует порядку в мыслях и привлекает положительную энергию. Рассмотрите возможность избавиться от предметов, которые не радуют вас или больше не служат вам. Это позволит освободить место для новых возможностей и изобилия. Зелень в вашем пространстве – это отличный способ улучшить энергетику. Растение привносит в дом живую энергию и символизирует рост и процветание. Для привлечения денег особенно полезными считаются такие растения, как толстянка или же денежное дерево. Они не только улучшают качество воздуха, но и привлекают богатство согласно учению фэншуй. Цвета играют важную роль в фэншуй, и их правильное использование может значительно повысить вашу способность привлекать деньги. Зеленый цвет ассоциируется с ростом и процветанием, а золото символизирует богатство. Используйте эти цвета в интерьере, например, добавив зеленые или золотые акценты в текстили, картинах или элементах декора. Мебель – это не просто предметы интерьера, но и важные элементы, влияющие на циркуляцию ци. Расстановку мебели нужно продумывать так, чтобы она способствовала способному движению энергии. Избегайте загромождение проходов и разместите рабочий стол так, чтобы вы могли видеть вход в комнату. Это создает ощущение безопасности и уверенности. В каждой комнате есть определенные зоны, отвечающие за различные аспекты нашей жизни. Зона богатства расположена в юго-восточной части вашего дома или комнаты. Чтобы усилить эту зону, добавьте туда предметы, символизирующие богатство, такие как денежные символы, кристаллы и изображения, которые вдохновляют вас на финансовое процветание. Символы мощной инструменты фэн-шой. Изображения богатства, такие как полотна с золотыми монетами или счастливые фигурки, такие как жаба с монетой во рту, могут создавать настрой на успех. Разместите их в зоне богатства, чтобы активировать ее энергию. Также полезно хранить деньги в определенном месте, чтобы символизировать их притяжение. Негативные факторы, которые могут блокировать положительную энергию, должны быть устранены. Это могут быть трещины на стенах, сломанные предметы или даже неприятные запахи. Обратите внимание на состояние квартиры. Отремонтируйте все, что давно требует внимания и создайте комфортную атмосферу. Звуки и ароматы также влияют на энергетику вашего дома. Используйте ароматы, такие как цитрусовые, чтобы создать атмосферу изобилия. Музыка с мелодиями, которая приносит спокойствие и радость, поможет вам быть более открытым к новым возможностям и финансовым потокам. Визуализация – это мощный инструмент, который позволяет вам настроиться на свои цели. Представьте, как вы уже достигли желаемого уровня финансового благополучия. Создайте ментальные образы успеха, благосостояния и изобилия. Чтобы привлечь в свою жизнь, можно использовать специальные доски желаний, помещая на них изображения того, что вы хотите привлечь. Фэншуй – это не просто набор правил. Это философия жизни, которая позволяет нам находить гармонии с окружающим миром. Применяя эти принципы, вы можете улучшить свою финансовую ситуацию и привлечь в благосостояние свою жизнь. Помните, что важнейшими факторами являются ваше намерение и настрой. Начните с малого. Постепенно вносите изменения в свое пространство и наблюдайте, как ваша жизнь преобразуется. Финансовое процветание – это не только о деньгах, но и о чувстве уверенности, радости и удовлетворенности от жизни. Обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео на моем канале. Ну и, конечно, делитесь этим видео в социальных сетях, чтобы эта ценная информация гуляла на просторах интернета. До встречи в следующем видео!